Уважаемые друзья, рад поздравить всех работников и ветеранов атомной промышленности России с профессиональным праздником. В этом году отечественная атомная отрасль отмечает своё 75-летие. И сейчас самые тёплые поздравления и пожелания хочу передать ветеранам, тем, кто в трудные, послевоенные и даже в военные годы и в последующие десятилетия закладывал и развивал прочные основы атомной индустрии. Мы по праву гордимся выдающимися учёными, конструкторами, инженерами, рабочими, стоявшими у истоков советского атомного проекта. Когда для судьбы нашего Отечества решалось очень многое, когда отсчёт времени шёл буквально на месяцы и недели. Они сделали, казалось бы, невозможным. В кратчайшие сроки с нуля создали новую отрасль. Страна получила ядерное оружие. А это означало главное. Покачнувшийся был стратегический баланс восстановлен. Безнаказанная агрессия против нашего народа стала невозможной. Мир, национальная безопасность державы гарантированы на десятилетия вперёд. Особо отмечу и то, что именно наша страна в те годы стала первопроходцем в использовании атомной энергии в мирных целях, что открыло колоссальные горизонты для социально-экономического развития регионов, промышленности, социальной сферы, для освоения просторов Арктики. Отдельное спасибо за преданность профессии хочу сказать людям, которые сохранили атомную отрасль в 90-е годы прошлого века. Порой, не получая зарплаты на одном чувстве долга, они оставались на своих постах, обеспечивали безопасность объектов, потому что просто не могли поступить иначе. Сегодня атомная промышленность России, коллективы профильных предприятий, НИИ, КБ добиваются больших, значимых для всей страны результатов. Прежде всего в развитии атомной генерации при строжайшем соблюдении самых высоких требований и стандартов безопасности. Чёткое, бесперебойное энергоснабжение обеспечивается в полном объёме, в том числе в текущем году. В сложных условиях борьбы с опасной эпидемией. Государственная корпорация «Росатом» активно участвует в решении и многих других насущных и перспективных задач. Создаёт востребованные цифровые инновационные продукты. Проводит глубокие исследования в области металлургии, медицины, экологии. Является центром разработки технологий по обращению и ликвидации опасных отходов. Играет важнейшую роль в комплексном освоении Северного морского пути, обновлении атомного ледокольного флота. Крайне важны и международные проекты по строительству и обслуживанию атомных энергоблоков за рубежом. Они тоже работают на репутацию России как страны высоких технологий и интеллекта, серьёзного, ответственного партнёра, мирового лидера в области современной чистой атомной энергетики с уникальным сочетанием надёжности и безопасности. Сейчас в обойме Росатома на разных этапах реализации проекты по сооружению сразу 25 энергоблоков в 9 странах. И это высочайший результат за всю историю отрасли. И, конечно, хочу особо отметить вклад специалистов отрасли в укрепление ядерного щита России, в разработку и испытания новейших, не имеющих аналогов видов вооружений. Здесь часто приходится идти неизведанными, непонятными, на первый взгляд, путями. Этот поиск требует не только высочайшей квалификации, но и личного мужества. Знаю, что именно такие люди, многие из них совсем молодые, решают сейчас важнейшие задачи по обеспечиванию обороны страны. История доказывает, что прорывные достижения в такой сложной сфере, как атомная индустрия, не бывают случайными. За ними стоят научные и инженерные школы, системная работа десятков предприятий и тысяч людей, качественное образование и система подготовки кадров. Сегодняшнее динамичное развитие отечественного атомного комплекса, то, что работа здесь вновь стала престижной, привлекательной для молодёжи, доказывает, что такой потенциал у России есть, и мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века. Благодарю вас за отличную, результативную работу. Желаю вам новых успехов, разумеется, здоровья и всего самого лучшего и вам, и вашим близким. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok